Тысяча и одна сказка. Под таким названием прошел отчетный концерт танцевального пространства сказка. В направлении дэнс-шоу коллектив является одним из самых титулованных в России. На концерте были представлены как известные номера, так и новые постановки. Илья Лядвин с подробностями. Здравствуй, наш любимый зритель. Первыми на сцену вышли самые маленькие танцоры. Некоторым из них всего по два года, но они уже настоящие артисты. Маленькие сказочники предстали перед зрителями в образах божьих коровок, пиратов и циркачей. Старшая группа выступила с самыми известными номерами коллектива. Например, постановка «История Оскара Шиндлера» принесла танцорам золото прошлогоднего чемпионата мира. Оскар Шиндлер потратил все свое заработанное состояние на выкуп рабочих фабрики. Ему удалось спасти более тысячи человек от смерти в концлагерях. Этот номер, он родился после просмотра фильма. Настолько меня вдохновила и задела тема. Очень-очень хотелось с ребятами постараться передать трансформацию личности отдельного человека. И сказать этим зрителю о том, что очень важно оставаться человеком. Триумфатором прошлогоднего чемпионата мира стала и Дарья Вечерка. В коллективе девушка с момента его образования, то есть 4 года. Даша выступала на самых престижных российских и международных танцевальных турнирах. Однако, признается, отчетные концерты имеют для нее не меньше вес, чем соревнования. Самые для меня лучшие выходы на сцену, это когда я погружаюсь полностью в себя и чувствую себя как в медитации. То есть у меня нет мыслей совершенно, есть просто музыка, мое тело, энергия. В планах сказки на этот год выступления на Кубке ЦФО и танцевальной Олимпиаде в Москве. А нам остается с нетерпением следить за успехами белгородского коллектива. Илья Лядвин, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.